Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают С гриппом Ольга никогда не сталкивалась В основном болела простудой Вот и в начале года, когда внезапно поднялась температура Ольга решила к врачу не обращаться Подумала, ничего страшного, пройдет Народными средствами лечилась несколько дней Однако лучше ей не становилось Был кашель, это был дикий озноб Это очень сильно болели глаза Я не могла смотреть на любой свет Даже вот дневной зашторенной Мне нужно было, чтобы все обязательно было зашторено Потому что мне было больно Я не могла не встать Я не могла пошевелить руками, ногами Это действительно вот то состояние Когда ты не можешь ничем себе помочь Тебе плохо и тебе больно И все И от этого немного как-то страшно Ольга отправилась в больницу на прием к врачу Инфекционист сразу же поставила диагноз Грипп Грипп в переводе с французского Означает схватывать Это острое инфекционное заболевание Дыхательных путей Входит в группу острых респираторных Вирусных инфекций Но ввиду тяжести протекания Рассматривается отдельно Пик распространения гриппа Выпадает на осенние и зимние месяцы Как правило, грипп в Краснодарском крае Наступает в конце декабря В начале января В связи с тем, что у нас повышенная солнечная инсуляция И мы, как правило, позже всех российских регионов Вступаем вот в сезон гриппа Как только его не называли Лихоманка, трясовица, овечий кашель Ознобея, инфлюенца Первые упоминания о гриппе Встречаются уже во времена Гиппократа Считалось, что болезнь, вызывающая сильный жар Приходит именно из жарких стран И является наказанием за грехи Люди молились, чтобы инфекция Обошла их дом стороной Ведь было чего бояться Например, печально знаменитая эпидемия гриппа Так называемая испанка Которая произошла в 1918 году Она обошла планету за полтора года И по разным данным Унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек Страшный вирус действовал стремительно Утром человек заражался У него поднималась высокая температура И к вечеру он уже погибал В Мексике, например, местные доктора В качестве профилактического средства Прописывали пациентам крепкую текилу В России же вдыхали пары ядовитых газов Один предприимчивый врач Даже построил в своей больнице Специальный бокс-ингалятор Для 10-минутных сеансов Еще одним якобы целебным лекарством от гриппа Было полоскание рта Раствором борной кислоты И кокаин Его использовали как капли для носа Вирус гриппа открыли в 1931 году А чуть позже стали делить его на подвиды А самый жестокий Им заболевают как люди, так и животные Птичий грипп, свиной Это и есть его разновидности Вирусы В и С поражают только человека И в отличие от первого вида Не вызывают столь тяжелых эпидемий Грипп передается от человека к человеку Преимущественно воздушно-капельным путем Источником заражения является заболевший Чихая или кашля Он распространяет тысячи микробов Которые попадают в организм здорового человека Через рот или нос Проникнув в клетки Вирусы начинают активно размножаться Всего за несколько часов Они поражают практически всю слизистую Верхних дыхательных путей Волшебные таблетки от гриппа До сих пор не придумали Это связано с его способностью Быстро мутировать и меняться В этом году врачи готовы встретить Новый вид гриппа На смену одному из составляющих штаммов Гриппа А, H1N1 калифорния Приходит другой, Мичига То, как будет выглядеть клиническая картина Мы предварительно можем только судить Из тех данных, которые у нас есть теоретически Клиника, возможно, будет выявляться Не столько явлениями респираторными То есть насморк, кашель Как любая респираторная инфекция Она может проявляться только высокой температурой Вялостью В группе риска беременные женщины Пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями Однако наиболее уязвимы для вируса гриппа Это дети Дети, находящиеся из группы риска Это дети-инвалиды Дети с заболеванием бронхолюбочной системы Дети с заболеванием сердечно-сосудистой системы Недоношенные дети Которые вступают в более активный образ жизни Которых будет больше контактов Чем у детей первого года жизни Вся эта группа Дети, которые будут находиться на искусственном вскармливании Дети, которые болели респираторной инфекцией В период август-сентябрь Как всегда, мы обращаем особое внимание На детей первого года жизни Грипп очень часто дает осложнение Осложнение со стороны легких Это пневмония К сожалению, осложнение со стороны центральной нервной системы Это менингиты, менингоэнцефалиты Ну и поражение сердечно-сосудистой системы По данным Всемирной организации здравоохранения Инфекционные заболевания Стоят на втором месте по причине смертности После сердечно-сосудистых Ежегодно гриппом заболевает Каждый десятый взрослый И каждый третий ребенок Это от 3 до 5 миллионов человек в мире Из них от осложнений умирают 200-250 тысяч Есть хорошая русская пословица Пока гром не грянет Мужик не перекрестится Хорошая русская пословица К сожалению, очень многие этим руководствуются Они думают, что эта беда их минет Что они не заболеют Что у них с ними этого не случится Опасность гриппа многие недооценивают до сих пор Хорошо Ольга обратилась за помощью вовремя Многие заболевшие, надеясь на чудо, тянут до последнего Принимая грипп за обычную простуду Грипп отличается от остальных вирусных заболеваний Тем, что при гриппе очень высокая температура То есть заболевает пациент остро Как правило, температура очень высокая Выраженный озноб, выраженные мышечные боли Головные боли, светобоязнь Боль в глазных яблоках То есть, в принципе, вот типичный грипп Его спутать вряд ли можно с каким-то вирусным инфекцией Если с ОРВИ человек может бороться сам То при гриппе лечиться следует только под контролем врача Инфекционист прописала Ольге Огромный список противовирусных препаратов Уколы и строгий постельный режим Меня отселили родные в отдельную комнату У меня поочередно были свекровь и муж Муж отпрашивался с работы Но мне пришлось отказаться от кормления ребенка Потому что могу его заразить Я была изолирована от детей И вообще в принципе У меня была отдельная кружка, отдельная чашка, ложка Ко мне заходили в крайних случаях Ольга пришла в себя через неделю Грипп наконец-таки отступил Еще две недели женщина боролась с последствиями, кашлем Осознав, что с коварным медугом шутки плохи Ольга решила защитить себя и своих близких Теперь вместе с детьми и сама прививается Сейчас отношение, конечно же, поменялось Потому что я уже испытала это на себе Я поняла, как это опасно и как это серьезно Поэтому я пошла и в сентябре прививочку-то сделала С каждым годом грипп лютует и лютует И я лучше обезопащу себя, свою семью Я сделаю максимально комфортно Поэтому прививка – друг нашей семьи Прививка – это небольшая доза вируса, вводимая в организм Она помогает вырабатывать антитела Тем самым обеспечивая иммунитет, который должен помочь избежать заражения Благодаря вакцинации за последние пять лет в России Удалось снизить заболеваемость более чем в три раза Тем не менее противников прививок до сих пор много Когда говорят, что сделал вакцину и заболел гриппом, это неправда Если человек может заболеть гриппом, если он начал прививаться в инкубационный период гриппа уже Поэтому мы и говорим, чем раньше до эпидсезона мы начнем прививки Тем эффективнее у нас будет вообще сезон То есть от гриппа, свободный от гриппа Поэтому нужно прививаться однозначно заранее Врачи хорошо помнят 2009 год Тогда от свиного гриппа в стране умерли сотни человек В 2009 году был случай, когда, ну не один случай, когда родители стоят возле дверей реанимации А тяжеленый ребенок находится на аппарате И мы делаем все, чтобы его спасти И они видят о том, что идет борьба за жизнь И вот тогда наступает прозрение о том, что да, одна инъекция позволила бы справиться со всей этой ситуацией И твой бы малыш не ближал бы сейчас реанимации И люди не боролись бы, доктора не боролись бы за его жизнь Мне очень бы хотелось, чтобы нас мамочки услышали Чтобы они понимали, что такое безопасность Что значит защитить малыша Защитить малыша – это побеспокоиться именно об этих вещах Однако вакцина не дает стопроцентной гарантии, что вы не заразитесь гриппом Прививка защищает лишь от осложнений и смерти Но не отменяет соблюдение элементарных правил профилактики Считает Ольга Шевченко У нас заведено в семье правило Каждое утро мы должны выпить стакан воды с медом С ложкой меда Это у нас стандартно, это для всех Ну, кроме, естественно, младшего ребенка Если мы идем на какие-нибудь массовые мероприятия То это, конечно же, я обязательно детям мажу носик Специальными препаратами, которые защищают от инфекционных заболеваний Моем руки стандартно Когда совсем похолодает, конечно же Мы постараемся избежать какие-то массовые скопления людей